всем доброе утро ребята мы уже приехали немножко перекусили нас неполноценный завтрак было такое кофе и мяско мы купили нарезочку вот несу ребенку мини круассанчик сыр мяско и он еще виноградик кушает вот у нас сразу же попили кофе и за работу заканчивают с выключателями и розетками вот заканчивают дела и сегодня еще как вот этот вот желтый покрасить и что еще на сегодня и на сегодня по максимуму по плану закончить ванюшину я вчера перед отъездом тут поубиралась смотри что я тебе принесу смотри мяско круассан и сыр хорошо приятного аппетита то есть косточки да сынок пробуй круассан ты еще никогда не кушал кру кушай круассанчик вот это круассан попробуй это вкусное мясо да мама его тоже очень любит разнообразие то все каша да каша мясо сыр и еще сегодня сок выпросил я не особо люблю соки детям давать потому что у них много сахара всегда вот но два одни исключения у нас тут бранч скажем так ванечка решил доесть свою кашу вот плане с дядю вовой починили плиту добавили поставили сюда на улицу баллон что здесь газовая плита от баллона и все и теперь вот первая яичница и жареные сосисочки на улице красота правда на старенькая мыли мыли она видите все равно не отмывается кажется что грязная но она чистая и просто очень старая паром отпаренная поэтому но зато работает у нас тут и кофемашина здесь и чайник в общем летняя кухня сегодня такая жара просто мы все разделись переоделись просто жутко жарко ты кушаешь и кашляешь на ешь давай сейчас я приду как специально ненужные ножки сынок убираем ну а тетюля еще алла эти сырнички сделал с бананом вкусный ты знаешь что ты занял папе на место да тут папа сидит да ну ничего страшного ты кушай кушай приятного аппетита кстати мы вот сядем кушать вам тоже всем приятного аппетита мы закончили с освещением ванюшкиной комнате катюша готовит я помыла волосы я уже сюда шампунь привезла но будет намного проще здесь что-либо делать когда мы будем уже непосредственно здесь находиться нам не нужно будет туда-сюда ездить согласно потому что вот эти вот переближения закончил работу и лег спать ну грубо говоря а не сел в машину собрал вещи туда-сюда все возим и туда ну что я предлагаю вам пойти попить кофе мы идем кофе даже спит и потом я уже покажу свет будем клеить обоями да сейчас посмотрим в интернете как это делается я зайду там где я купила там у продавца есть инструкция отлично ну да лучше по инструкции делать мы уже втроем справимся виниловые да это обои нет они не тканевые ткань она какая-то гладкая ткань ее нужно мыть то есть он испачкает то можно быть тряпочкой помыть и там все разрезано и все размечено то есть нам не нужно самим что-то выдумывать единственное что нам нужен будет очень острый кутер это есть есть острый хороший кутер и нам нужен будет чистый-чистый шпатель что-то в угол разводится ну вообще это делается пластиковым шпателем да у нас нету пластиковым можно начать скотчем приклеить разбираться ну а пока идите ты будешь ребята мы единственно чистой комнате покажу вам освещение здесь облачко будет включить показать а вот так не видно вот так видно да вот так вот не видно что светится сейчас обоим я уже принесла клей обои нужно принести Есть еще валик. Все готово, все подготовлено. Стены готовы. Пол готов. Мы сейчас на этот пол будем выкладывать, смотреть обои. Обязательно перед всем процессом нужно их проверить, чтобы все было чики-поки. Потому что если будет брак, а мы приклеим, но не посмотрим, тогда нам никто денег не вернет и никто ничего не будет делать. Поэтому до того, как клеить, нужно все хорошенечко проверить. Смотри, Зай. Я посмотрела видео. Короче, можно либо чертить, либо лазер спорсить. Ты слышал, да? Да. Самое главное, что я вчера хотел взять лазер, который сразу делает уровень. То есть его не нужно выставлять, но как не ставишь, он тебе всегда уровень показывает. Я его крутил, крутил и в итоге говорю, не надо. А в магазине? Да. И оставил. Но у тебя тут есть лазер? У меня другой, который нужно выставлять. То есть он показывает тебе линии, но если ты ее клипом поставишь, у тебя будет кривая линия. Угу. Понятно. Что, раскручиваем? Видите? Бобои? Бобои. Давай. Давай. Ребята, Ваня с него уже практически закончили. Получилось, конечно, классно, но Ваня сказал, больше футобои и заказывай. Поэтому все, это первый и последний футобой. Сейчас там буквально маленький штрих остался, вот они там сводят внизу. И покажем вам сейчас реакцию Ванюшки, как он отреагировал на эти футобои. Ваня получился, правда, очень-очень здорово. Вот. А я отдыхаю тут макияжем уже второй, по-моему, день. Вообще не крашусь. Тут очень жарко, что все закрыто, потому что обои должны высыхать без всяких сквозняков и всего тому подобное. Так, ну все. Что? Все? Можно звать? Да. Ванечка, тетёля. Сыночек. Давайте скорее идём. Так, вы готовы? Сейчас я засниму его отсюда. Идите, идите скорей. Заходи. Открывай, заходи. Вот это да! Тебе нравится? Вот это. Нравится? Вот это машинка. Тебе что, нравится? Да. Да? 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 Кать, только нельзя трогать. Это? Это можно трогать. А это? Это нет. Это что ты нарисовала? Нет, 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 нет. Просто не надо, она еще не будет с ово. Пусть вытащит. А что это? Хочет. Хочет? Хочет. Хочет? Хочет. Хочет. Раз. Ой. Вы смотрите, кто здесь нарисовала? Жена, собачка, птичка. Котик. Котик. Котик? Птичка. 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 Как будто после сауны. Ну что, хвастаетесь? Что купили? Птичка. Компрессор. Маленький, миниатюрный, карманный Так, чисто Всегда можно было его с собой взять А название это Монте-Карло-эль-20 Ого Ничего себе Ого, карманный житель Это какие-то карманы у тебя Ого Ё-моё Колесики отдельно Нужно прикрутить Целая цистерна И вот это вот Из-за неё будет работать Вот это? Да Не, ну можно было какую-то другую систему взять Электрическую Но сюда можно Куча всего подключать Это как бы такое универсальное Можно шарики надевать А, для шариков Не, ну почему бы и нет Ну да Сколько можно шариков надевать Да вообще И всё Надо тебе воздух Ты раз пришёл Можно джакузи сделать Да В бассейне Одну большую Джакузи Вот Короче Собирает Ещё купили вот этот Это как называется Пистолет? Да Вот пистолет Краскопульт Такой вот взяли Вот и завтра Будут все двери Наконец-то Красить Ура Ребёнок Аж испугался Маминых Воплей Да Ребёнок А чё это ты залез на бабушку На стул не судьба сесть На На И он такую тарелку супа поел Такой молодец С хлебушком Мама вкусняшку приготовила Скажи, да? Мама сейчас будет чай пить С вот этой вкусняшкой Нашла по сусекам Наскребла И оказывается Осталось Я в последнее время Вот Это мой любимый шоколад А вот подставка Кстати Для горячего Очень удобная Ничего Пользит Не падает Вообще Классная штука Ладно У меня там походу Уже чайник Закипел У нас такой Чайной ложечки есть Тут всего одна Так что даю Но она как бы Чайно-десертная А то у нас Своя чайная ложечка есть Пальчики Пальчиком Вот Пальчики какие чистые Потому что мы руки мыли Держите Ложечку Будем ложечкой или пальчиком? Ой Хорошо-то как Вот короче Смотрите Надо отключить Сначала чайник Опа И вот он Вместе с проводом Налить Это у нас на улице будет Чайник стоять Вообще Это не наш Четеля с дерьмовой Вот Вообще В принципе На летней кухне Мы хотим И кофеварку И чайник тоже И холодильник Тоже сюда хотим О, мой чайочек Чего делаешь? Идите Никого не смущаю А что сегодня было 27 градусов Проверяем камин? Проверяем камин Сначала зажгли бумажку Потом спалили коробку Потом еще коробку И сейчас уже Пошел за дровами Нашел? Нашел? Нету? А куда ты ее отнес? А еще Еще? Огонь не отражается Секрет Ага Все, дым Внутрь не идет Самое главное Проверили Все вроде функционирует Только камин Рабочий Да? Да валячик Что? Нет Чего? Валячик 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 Кочи 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 Дрюши свое А может наверху, где ты спишь, пойдем в карфоне. Разгорается? Я тут подумала, классно будет на фоне камин снимать видео, разговоры. А не на телефоне ставить, да? Боже, как мы в Андорру приехали, сняли с камином. Ну, потому что разбирается, нет, все, пошел по моему дымоходу. А что, раздувал-то что-то? Да, что он прям четко меня подведет сюда. Это щепки ваши не горят. Нашли! Нашли? Молодцы! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Теперь.